Под конец уходящего года все подводят свои итоги за налогового инспектора Исковылкина, и это сделали сотрудники региональных ФСБ и СК. Они собрали достаточное количество улик, чтобы предъявить 44-летнему Юрию Ефремушкину обвинением в мошенничестве и незаконном использовании служебной информации. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ совместно с отделом собственной безопасности регионального УФНС было установлено, что обвиняемый от своего имени лица супруги предоставил налоговый орган фиктивные документы о купле-продаже своего дома. В 2019 году налоговик продал свой частный дом за 4 миллиона рублей двоюродному брату, а спустя несколько недель выкупил его обратно за такую же сумму. В результате он незаконно получил имущественный налоговый вычет в размере более 300 тысяч рублей. Еще 82 тысячи рублей налоговик получить не успел, поскольку о схеме узнали сотрудники службы собственной безопасности, которые поделились информацией с региональным управлением ФСБ. А потом к эпизоду мошенничества прибавились еще два, по другой статье. В рамках расследования уголовного дела установлено, что фигурант уголовного дела незаконно перенес на свой персональный компьютер служебную информацию о деятельности коммерческой организации, составляющую налоговую тайну. Кроме этого установлено также, что мужчина незаконно использовал информационные ресурсы налоговой службы и по просьбе знакомого предоставлял служебную информацию о третьих лицах, составляющую налоговую тайну. 44-летний старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ОФНС России по Мордовии до сих пор не уволен. Но надолго ли ему удастся сохранить место, решит суд. Первое заседание по делу состоится уже в начале следующего года. Анастасия Семшева, программа «Происшествие».